Дмитрий Нечаев Да и все началось, конечно, задолго до 24 февраля 2022 года, ибо все войны зарождаются в мирное время. И чем больше деталей событий на западных рубежах России сегодня открывают с широкой публики, тем яснее становится неизбежность происходящего. В прошлой программе я приводил очень красноречивые и циничные высказывания американского генерала Джека Кина, публично заявившего, что, мол, по вполне приемлемой для штата в цене, всего за 66 миллиардов долларов, они получили воюющую с Россией Украину. Деньги в приемнии такие великие для сверхдержавы, тем более печатающих в любом количестве. И вот эти деструктивные инвестиции дали возможность вооружить Украину и настроить немалую часть местного общества на войну с Россией. Генерал также заявил, что это очень выгодно, так как за относительно небольшие деньги в интересах США на войне с Россией умирают не американцы, а украинцы. Кроме того, после постепенного освобождения Востока Украины становится очевидно, насколько основательно они готовились к войне с нами, создавая многочисленные капитальные эшелонированные укрепрайоны. Десятки миллионов баксов пошли и на пропаганду, и сегодня все более неприкрыто ведется война против России на информационном фронте, без правил, без ограничений. Противник не гнушается и реальными террористическими методами, причем не только поощряемыми, но, похоже, инициируемыми украинским государством на самом высоком уровне. И вот подтверждение на днях представителя российского МИДа Мария Захарова опубликовала признание ни много ни мало аж министра иностранных дел этого по суде квази-государства, который в общении по Зуму с известными российскими пранкерами дословно сказал следующее. Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму и Белгороде, в приватном общении я вам скажу, да, это мы, сказал Дмитрий Кулеба. Вот террас. Хочется спросить, як же ж так вишло, Дмитрий Иванович? По-вашему ж Украина, це Европа, а в ней вроде как действует, например, постулат Женевской конференции по вопросу терроризма. В 1987 году принята соответствующая декларация, которая определяет как государственный терроризм такие явления, как, к примеру, тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию другого государства. Или вот формирование и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета другого государства. Или вот еще их излюбленные – кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств. Как же вы, скрестившись с дьяволом, собираетесь в европейский рай-то въехать? Или вы все же там все одним миром мазаны? Тогда уж бросьте долдонить про приверженность к каким-то иллюзорным, вами же попранным ценностям и главенстве права. Хотя чего уж там, мы же не наивные. Каким западным институтам сегодня можно взывать, о какой демократии говорить? В среду Генассамблея ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает недавние референдумы и призывает все страны международной организации и спецструктуры ООН не признавать изменения статуса и присоединения к РФ Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожького регионов Украине. Теперь уже, к счастью, бывших регионов. Вот так. А то, что жители этих территорий практически единодушно проголосовали за возвращение в Россию, так это никого не волнует на Западе. Да им вообще плевать и на Украину, и на ее народ. Да и властям Украины тоже плевать на свой народ. Они, например, любезно предоставили и территорию своей стороны, и своих жителей западным кураторам, чтобы те развернули там бойню против России исключительно ради своих геополитических и экономических интересов. Но, надо сказать, штаты верны себе. Так было всегда. Если им надо, то они признают все, что угодно, вопреки всем нормам. Вспомните, еще в 19 веке оттяпали себе Техас, отделившийся от Мексики и вошедший в состав США. А в 90-м и 91-м годах Словении и Хорватии провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны штатами. В 91-м же году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении, в Азербайджане. Потом всем известная история с Косово. Тоже все это признали. Ну или, скажем, при объединении ФРГ и ГДР мнение населения вообще никто не спрашивал. Поглощение Западной Германии и Восточной произошло вообще без референдума. И все это тоже было легитимизировано. При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. К примеру, в 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии. После чего в отношении сторонников независимости Мадрид что сделал? Правильно, начал масштабные репрессии. Так что непризнание референдумов на уровне такой продажной и обуличной структуры, как он, во-первых, предсказуемо, а во-вторых, малозначительно для нас. Пожалуй, самая верная реакция тут будет, как у героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, как Жора Милославский отреагировал на занудного буншу, сказав ему «Тьфу на вас». Ну а вот на что не «Тьфу», так это на мутную, а то и откровенно подлую позицию части наших элит. Кое-кто из публичных людей, актеров, певцов, чиновников, крупных бизнесменов сегодня мечется, изворачивается или же затаивается, гадит из-под тяжка в спины 300 тысяч наших мужиков, отправившихся на фронт. Недавно после российского ответа на подрыв Крымского моста, какая-то актриса, мало кому доселе известная, но сыгравшая ведущую роль в сериале «Елизавета», закатилась истеричными слезвивыми постами. Киев, Харьков, Львов, Житомир, боль, слезы, вопль, отчаяние, ужас. Дорожащими ручонками писала эта барышня на черном фоне белыми буковками на своих страницах в соцсетях. Окей, допустим, это ее искренняя сострадательная позиция. Но хочется в таком случае задать вопрос. А где тогда ее такие же посты под видео с расстрелянными нациками мирными жителями на Херсонщине? Где ее стоны над кадрами с ежедневными смертоносными обстрелами в СУшниками Донецка? Отчего эту милую эмпатичную барышню не тронули пытки и издевательства укронацистов в отношении наших пленных военных и своих же сограждан? Где публичное осуждение этого? И где боль и сострадание по этим случаям? Почему ее торкнуло лишь тогда, когда наша страна ответила на акт дикого терроризма со стороны Украины, ударив при этом строго по инфраструктурным объектам? Мы, конечно, за свободу слова, но пусть тогда честно и открыто скажет, на чьей она стороне. А то сегодня одни на последние копейки с пенсии нашим мобилизованным белье и фонарики покупают, а иные очень сытые, в том числе и за счет бюджета нашей страны, завуалированно подыгрывают противнику. Попробовала бы она так в украинских соцсетях хотя бы намек на пророссийскую позицию изобразить. Ее, скорее бы всего, просто уничтожили. А чего мы-то такие добрые? Мы мобилизуемся? Мы воюем сегодня на всех фронтах с врагом, в том числе и на информационном? Или что? А то вот еще одна, на этот раз игривая девчушка, в Тюмени написала мелком на асфальте слова «нет» в этой точки «Е». Ее повязали, но в суде она вину, конечно, не признала, пояснив, что написала не «нет войне», как все подумали, а «нет в обле». Дескать, к этой рыбе у нее неприязнь. Ну а о том, что на площади в это время ей подобные патриоты закатили акцию против мобилизации, ей стало известно якобы лишь только потом. Ну то есть обтрухалась ответить за свои собственные слова, предпочла нагадить и не признаться. В итоге ее отпустили, вернув мелок, вместо того, чтобы заставить ее сожрать его вместе с коробкой. Эту историю перепечатал один из тверских информпорталов, тоже надо заметить с не совсем понятной ориентацией, но здорово, что среди комментаторов нашелся хоть один человек, написавший следующее. Такие люди фактически выступают против нашей защиты населения мирных городов Донбасса от бомбардировок марионетками НАТО. Они, по сути, поддерживают их войну против пророссийской части населения Украины и его геноцид. В нынешних условиях, продолжает этот комментатор, выступать против этой защиты – это выступать за капитуляцию собственной страны, за последующие выплаты репараций шестеркам НАТО, за последующую продажу Западу наших природных ресурсов за бесценок и беспрецедентное падение уровня жизни россиян. Это, вообще-то, предательство и измена. За это вполне гуманно посадить на воблу и воду, чтобы поняла, что не все воблы одинаково полезны. Ну что ж, как пишут во всяких интернетах, яростно плюсую хороших, позитивных вам новостей и бодрости духа. С вами был Дмитрий Нечаев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok